Елена Катина, бывшая солистка Тату, после распада группы основала свой сольный проект под названием Лена Катина и переехала из Москвы в Лос-Анджелес. Россию Елена Катина посещает нечасто, примерно раз в год, когда поезжает с гастролями. Певица вышла замуж за славянского рокера, в браке с которым воспитывает сына Александра. Валерий Леонтьев является счастливым обладателем недвижимости в России, Америке и Испании. В последнее время артист отдает предпочтение Майами и считает, что жить там намного проще и комфортнее, чем в Москве. Жизнь на Рублевке является необоснованно дорогой, заявил в одном из своих интервью Леонтьев. Лидер группы Мумитроль Илья Логутенко с семьей живет в Лос-Анджелесе. На это есть причина, и он говорит, что все крупнейшие агенты междугородних гастрольных маршрутов рулят отсюда. Штаб-квартиры артистов и продюсеров, в том числе азиатских, находятся здесь. Илья Логутенко уже много лет живет фактически на три страны – Россию, США и Японию. Но больше всего времени он проводит в Лос-Анджелесе. В начале 2012 года актер Алексей Серебряков эмигрировал вместе с семьей в Канаду. «Хочу, чтобы мои дети понимали, что не обязательно толкаться локтями, хамить и быть агрессивными». Алексей утверждает, что лучше наблюдать деланные улыбки, чем искреннюю злобу. Бурная творческая жизнь певицы Алены Апиной осталась далеко в прошлом. Сейчас она редко дает концерты. Большую часть года Алена проводит с семьей в Испании. Вилла Артистки находится на территории, ранее входившей в природоохранный фонд государства. Причем такой выбор не случайен. У дочки Апиной Ксении диагностировали астму. Теплый климат положительно сказывается на ее здоровье. Наталья Ветлицкая давно закончила певческую карьеру и теперь живет в собственном доме в Испании, куда она переехала в 2004 году. После рождения дочери Ульяны Наталья занимается йогой и дизайном, воспитывает дочь и периодически пишет на своей странице на Facebook комментарии о текущей социальной ситуации на покинутой ею родине. Игорь Николаев – один из самых известных сторожил Майами. Почти 20 лет назад певец приобрел квартиру в лучшем районе города Сани Айленд. Теперь большую часть времени Игорь проводит с семьей на побережье Атлантического океана, приезжая в Россию только на гастроли. Актриса Наталья Андрейченко – эмигрантка со стажем. В 80-х она познакомилась с американцем, вышла за него замуж и уехала из России. Сама Андрейченко рассказывала, что не была слишком счастлива в Америке. Там у нее начались проблемы с алкоголем. Однако актрисе удалось преодолеть зависимость и прийти к здоровому образу жизни. После развода с мужем в 2005 году она некоторое время проживала в России. Однако, по данным СМИ, переехала в Австралию, где занимается йогой и практикует сыроедение. После рождения дочери Клавдии в 2012 году Кристина Арбакайте практически переехала в США. В принципе, это и не удивительно. У певицы давно была своя квартира в Майами. А ее нынешний муж Михаил Зимцов, несмотря на русское происхождение, является гражданином Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова